Всем привет, вот и новый ролик на Джейн Убийцу, давайте наберем много просмотров, ну а мы начинаем. Джейн Убийца, полное имя, Джейн Элизабет Аркинсов, псевдоним, Джейн Убийца, Джейн Вечная, Убийца с черными глазами, происхождение, жуткая паста, род занятий, линчеватель, сила навыки, опыт в отслеживании, высокий интеллект, ловкость, скрытность, харизма, соблазнение, хобби. Планирует, что она сделает с Джеффом, как только поймает его, цели, отомстите за своих друзей и семью, убив Джеффа, продолжается. Удалось в оригинальной временной шкале, преступление, психологическое насилие, поджог, преследование, попытка убийства, самосуд, тип злодея. Трагический линчеватель Джейн Аркинсов, в основном известная как Джейн Убийца или Джейн Вечная, является главным антагонистом в серии спин-оффи Крип Айпост и Джефф Убийца. Она наиболее известна как титульная главная героиня в обеих версиях своей собственной истории и титульная главная антагонистка в фильме Джефф Убийца против Джейн Убийцы. Внешний вид. До того, как ее обезобразили, у Джейн была светлая кожа, длинные каштановые волосы и зеленые глаза. Ее часто описывали как простую девушку. После того, как ее сожгли заживо, у нее была в основном белая, как мел, кожа, кроме лица, которое было сильно обожжено и имело кожистую текстуру. У нее также была опалена большая часть волос, а на лице была вырезана улыбка глазга, любезно предоставленная Джеффом. Приняв свою новую жизнь, она начала носить бледную невыразительную маску с черными глазами и черными губами, а также длинный вьющийся черный как смоль парик, оба подарка от Джеффа. Кроме того, ее в основном видели в темных платьях разных фасонов. Личность до своего превращения Джейн была милой девушкой, которая ценила других выше себя, она презирала Ранди и его марионеток, как она их называла, потому что они были трусами, которые издевались и нападали на тех, кто был слабее их. Она любила свою семью и друзей, даже несмотря на то, что они постоянно раздражали ее. Она была в ужасе от Джеффа после его превращения, но когда он, по сути, разрушил ее жизнь, она замкнулась в себе и, возможно, страдала посттравматическим стрессовым расстройством, а также видела все в сером цвете, что, по ее мнению, являются платой за потерю невинности. У нее большая виндетта против Джеффа, и она хочет убить его для себя. Она говорит, что его крик подобен музыке, которую можно услышать, и она заставит его кричать, как он кричал, когда его подожгли в тот день на вечеринке по случаю дня рождения, утверждая, что его убийство будет единственной вещью в мире, которая доставит ей радость, кричать, как он кричал, когда его подожгли в тот день на вечеринке по случаю дня рождения, утверждая, что его убийство будет единственной вещью в мире, которая доставит ей радость. Биография Джейн была подростком, когда Джефф появился в ее районе, переехав в дом через дорогу, она мало думала о Джеффе, но верила, что он и его брат Лью оба были хорошими людьми. Однажды, когда Джейн опаздывала в школу, она выглянула в окно и увидела Джеффа и Лью, сидящих на автобусной остановке, перед которыми стояли головорезы из их школы Рэнди, трое кит, которые угрожали детям ножами, чтобы отдать им ваши деньги, из-за пошлины, которую они заплатят, всегда требуйте. К удивлению Джейн, Джефф не принял милостиво позиции Рэнди и сразился с тремя головорезами, выведя их из строя, но оставшись невредимым. Когда Джейн пошла в школу, у нее был Джефф на последнем уроке, там она заметила, что Джефф ведет себя немного садистски с извращенной радостью на лице, Джейн приняла это к сведению и решила держаться подальше от Джеффа. Утром Джейн увидела, как полиция отправилась к дому Джеффа, зная, что они поймали его, однако она была удивлена, увидев, что Лью забрала полиция, и еще больше удивилась, увидев, как Джефф выходит из дома, умоляя Лью рассказать полиции, что это он напал на троих головорезов. Джейн видела, как Джефф беспомощно сидел на тротуаре и плакал после того, как полиция забрала его брата за ложные убеждения. Шли дни, вокруг школы Лью распространились ложные слухи о том, что он напал на Рунде и его друзей. Хотя она была рада видеть, что троице придется отсутствовать в школе из-за его травм, она все еще чувствовала себя плохо из-за Джеффа, который был заметно подавлен тем фактом, что его брат должен был обвинять в чем-то, что он сделал. Джейн решила оставить Джеффу анонимную записку на его школьном столе, чтобы сообщить ему, что у нее есть кто-то, кто будет свидетельствовать на суде на Длю в качестве свидетеля этого события, он напал на Рунде и его друзей. В субботу той недели Джейн была дома одна и делала домашнее задание, ее соседи праздновали день рождения, поэтому, когда шум стал звучать громче, она решила встать и закрыть окно, но при этом заметила Джеффа на заднем дворе, играющего с детьми, и удивительно счастливую Джейн смеялась, увидев его. Однако его настроение испортилось ненадолго, когда он увидел, как Рунде, Троекит перепрыгнули через забор на своих скейтбордах и подошли к Джеффу с гневом в глазах. Она беспомощно наблюдала, как Рунде начал жестоко нападать на Джеффа и видела, как Троекит держит гостей на мушке. И, не имея другого выбора, Джейн набрала 911. Разговаривая с оператором, он услышал выстрелы, а затем увидел огонь, вырывающийся через окно, отказавшись от вызова 911, Джейн схватила огнетушитель и побежала к соседнему дому. Джейн очнулась в больничной палате, и медсестра сообщила ей, что ее привезли вместе с несколькими детьми, но не сообщила ей о своем состоянии. Родители Джейн входят в комнату, и она рассказывает им о том, чему была свидетелем, и о предыдущих событиях, которые привели к этому. Родители Джеффа, Маргрет и Питер, входят в комнату и благодарят Джейн за попытку спасти жизнь Джеффа. Джейн сообщает им о том, что она видела, как Джефф делал до того, как произошли события и другие, чтобы свидетельствовать в суде, что Лю ни на кого не нападал, но она с облегчением обнаруживает, что Лю освобождают после свидетелей вечеринки слышали признание Рунде. Затем Маргрет предлагает Джейн поужинать в тот день, когда Джеффа выписывают из больницы. Через два дня Джейн выписывают из больницы, по возвращении в школу Джейн заслужила репутацию своими действиями, и к ней обращались многие ученики. Однажды Джефф захватил Джейн в плен и убил ее родителей и друзей, а также собственную семью Джеффа. Позже Джейн была сожжена Джеффом заживо, как и ее дом. Джейн выжила, но была сильно деформирована. Она очнулась в больнице и нашла подарок от Джеффа, в нем была белая маска в парике, черное платье и нож. Надевая его, она поклялась отомстить и найти и убить Джеффа за то, что он сделал. Всем спасибо за просмотр, всем пока.